Друзья, приветствую вас на канале Наталья Мополо! Давайте сделаем вот такие сережки из бисера. Получается очень красиво, невесомо, необычно. Создается такое впечатление, что в воздухе застыли вот такие интересные узоры. Эти узоры, завитки у меня в данном случае, вы можете создавать сами в программе в любой, в которой вам больше нравится работать, для создания схем. У меня вот такие вот извилистые линии, вот такие завиточки. Давайте я вам покажу, как легко и просто сделать такие красивые серьги. Я намеренно держу их в руках, чтобы не рассыпалась бахрома, чтобы вы могли увидеть этот рисунок. Итак, начнем мы с того, что сплетем с вами вот эту верхнюю часть серьги. Плести будем, как я уже сказала, мы ее на мононите для того, чтобы она была жесткая. И схему на эти серьги я вам постараюсь оставить в моем инстаграм вечных сторис в разделе схемы, а также продублирую в пинтерест. Давайте приступим. Я буду ориентироваться на эту сережку, которую я уже сделала. И вначале мы с вами набираем, набираем на иголочку 6 бисеринок прозрачных. Плохо видно, но постараюсь объяснить, что происходит. Я набираю на иголку 6 прозрачных бисерин и завязываю узелок, как при шитье, несколько раз. Завязала узел и теперь прохожу через ближайшие три бисерины вверх. Затягиваем, продергиваем, чтобы узелок спрятался у нас в бисеринку. И вот такие уже два столбика у нас с вами получились. Просто прозрачным бисером, поэтому я набираю следующие три бисерины прозрачного цвета. Три набрала и снова, смотрите, прохожу со стороны, с противоположной стороны от выхода нитки. Затягиваю и снова возвращаюсь в эти же самые три бисерины, которые мы только что набрали вниз. Снова набираю три бисерины прозрачные. Три. И прохожу опять с противоположной стороны от выхода нитки. И вновь возвращаюсь в только что набранные три бисерины вверх. Затем у нас с вами идут одна белая и две прозрачные. Мы с вами набираем одну бисеринку белую, две прозрачные. Вновь прохожу, видно вам с противоположной стороны от выхода нитки. Вновь прохожу в эти же три бисеринки. Но так как мы с вами вышли вот здесь внизу, то и набирать мы с вами будем исходя из того, что мы находимся внизу. То есть в начале прозрачную, а затем две бисеринки белые. Вот таким образом, не наоборот. Зависит от того набор, из какой бисеринки вы выходите. То есть вот мы поднимаемся с вами в эти три, которые только что добавили. А в этот раз мы набираем, так как мы вышли иголочка у нас вверх выходит, поэтому вначале набираю две белые, а затем уже прозрачную. Здесь очень важно, чтобы у вас рисунок сохранился, нужно делать именно так. Прохожу снизу вверх в предыдущую тройку бисерин и опускаюсь в только что добавленную вниз. Набираю прозрачную и две белые и снова прохожу с противоположной стороны от выхода нитки и поднимаюсь через только что добавленную тройку бисерин снизу вверх. Следующий столбик у нас имеет одну бисеринку белого цвета, две бисеринки прозрачные. Проходим иголкой с противоположной стороны от выхода нитки в эту тройку бисерин и опускаемся в тройку бисерин, которую только что добавили. Три столбика просто прозрачных. То есть я набрала три прозрачные, прохожу с противоположной стороны от выхода нитки один раз, возвращаюсь иглой в только что тройку добавленных вверх, снова набираю три. Опять прохожу с противоположной стороны от выхода нитки, затем снова прохожу в только что добавленные три бисерины и еще раз набираю три бисерины прозрачного цвета. И прохожу в только что тройку добавленных бисерин снизу вверх. Для следующего ряда я набираю шесть прозрачного цвета бисерин, четыре, пять, шесть. Шесть бисерин прозрачных набрали на иголку. Подхватываю нитку, вторую, первую пропускаем нитку, нитку я имею ввиду, которая между бисеринками. Вот стежок. Первый пропускаем, во второй входим иголочкой. Наша с вами вот эта петелька складывается пополам и я прохожу иглой, смотрите, вот в эту крайнюю тройку бисерин. Затягиваю и для того, чтобы они не разъезжались, видно вам, то есть петелькой вот так, я прохожу снова вниз, вот в эти три предыдущие и поднимаюсь вверх через три бисеринки, рядом стоящие. Поправляем эти вот бисерины, чтобы они встали максимально ровно. Затем следующий у нас столбик идет из трех бисеринок белого цвета, я набрала на иголочку три белые бисеринки, подхватываю следующую ниточку между бисеринками. И прохожу затем в три бисеринки набранные, прохожу вверх, затягиваем ниточку, выравниваем все, чтобы было ровненько. Две прозрачные белые, вот так, подхватываем следующую ниточку между бисером предыдущего ряда и выводим иголку вверх. Мы набираем с вами три бисеринки прозрачные, один раз, подхватываем ниточку, поднимаемся в эти три бисеринки вверх. Снова набираю три бисеринки прозрачные, подхватываем следующую ниточку между бисеринками, поднимаемся через эти три бисеринки вверх. Затем набираем две бисеринки прозрачные, одну белую, подхватываем еще следующую ниточку между бисером и проходим в эти три бисеринки снизу вверх. Я набираю три бисеринки белые, набрали три бисеринки, цепляемся за следующий промежуток, за следующую ниточку между бисером и проходим иголкой через эти три бисеринки вверх. две белые и прозрачная и я набираю две белые и прозрачную набрали цепляемся за следующую ниточку проходим иголочкой через три эти бисеринки следующие два стежка у нас идут прозрачные бисеринки поэтому мы набираем три бисеринки прозрачные первый раз подхватываемся за ниточку следующую проходим иголочкой через все три бисеринки которые мы набрали вверх и еще раз набираем три прозрачные бисеринки и подхватываем самую последнюю в этом ряду ниточку проводим иголочку вверх это мы с вами сплели три ряда три бисеринки прозрачные три бисеринки белые набираем одновременно потому что это первый наш стежок подхватываем ниточку не первую а вторую то есть вот эту я пропускаю а вот эту я подхватываю ниточку потому что мы делаем с вами треугольничек смотрите прохожу белые бисерина вверх так три белые и опять будут эти три прозрачные и так набираю три белые подхватываю следующую ниточку между бисерин предыдущего ряда прохожу вверх затем у нас три бисеринки прозрачные подхватываем ниточку следующую проходим иголочкой через три только что добавлены снова идут три бисеринки белого цвета набираем три бисеринки белого цвета подхватываем следующую ниточку проходим в эти только что добавленные три белые бисеринки снизу вверх затем у нас идет прозрачная бисеринка и две бисеринки белые одна прозрачная две белые подхватываем следующую ниточку возвращаемся иголкой через только что тройку добавленных бисеринок вверх набираем три бисеринки прозрачные набрали подхватываем следующий промежуток ниточку затем два раза у нас идут белые я набираю один раз три белых бисеринки подхватываясь в следующую перемычку прохожу иголочку через три бисеринки снизу вверх снова набираю три белого цвета бисеринки прохожу под ниточку следующий промежуток и возвращаюсь через три бисеринки вверх затягиваем нитку и последние здесь три прозрачного цвета бисеринки три набрали цепляемся за муна нить крайнюю самую вот эту перемычку и точно также проходим вверх так мы с вами сплели три ряда набираем 5 бисеринок прозрачных раз два три 4 5 5 прозрачных и одну бисеринку я набираю белое подхватываемся за промежуток за ниточку второй промежуток проходим иголочкой через три вверх затем набираем одну бисеринку прозрачную две бисеринки белые цепляемся за следующую ниточку и проходим иголкой через эти три бисеринки вверх набираем прозрачную бисеринку и две белые подхватываем следующую ниточку между следующим промежутком и снова проходим иголкой через эти три бисеринки вверх затем набираем две бисеринки прозрачные одну бисеринку белую подхватываем следующую ниточку и проходим иголкой через эти три бисеринки снизу вверх набираем одну бисеринку белую две бисеринки прозрачные подхватываем следующую ниточку проходим снизу вверх только что добавленную тройку бисерин затем набираю на иголочку три бисеринки белые подхватываем следующую ниточку проходим снизу вверх через эти три бисеринки получается за один раз пройду за два затем прозрачная и две белые набрали подхватываем следующую ниточку проходим снизу вверх через стройку бисерин в конце ряда три прозрачные бисеринки набрали подхватываем крайнюю вот эту ниточку проходим снизу вверх через три так следующий ряд для пятого ряда набираем три прозрачные одну белую 2 прозрачные вот такой набор для начала пятого ряда и подхватываем не первую а вторую перемычку поднимаемся через две прозрачные и белую набираем девочки одну бисеринку белую две бисеринки прозрачные снова подхватываем следующую перемычку и поднимаемся в тройку бисерин затем две прозрачные белые набираем две прозрачные белые подхватываем следующую ниточку проходим через эти бисеринки снизу вверх набираем прозрачную и две белые подхватываем следующую ниточку проходим через эти бисеринки все набранные снизу вверх затем набираем на иголочку две бисеринки белые одну прозрачную подхватываем следующую ниточку проходим снизу вверх в эту тройку бисерин и здесь до конца ряда мы набираем с вами прозрачный бисер по бисеринке в каждый промежуток предыдущего ряда то есть три набрали под ниточку подскочили затянули снова набрали 3 в следующую зашли следующий промежуток и проходим через тройку бисерин вверх шестой ряд и у нас с вами здесь будут три прозрачные и три белые набираем с вами три прозрачных бисеринки три бисеринки белые первый наш с вами набор подхватываем ниточку вторую проходим точно так как в предыдущих рядах затем подряд два раза у нас идут с вами прозрачные бисеринки 3 набрали следующий промежуток заходим ниточкой иглой вернее с ниточкой и возвращаемся вверх затем снова я набираю три бисеринки прозрачные захожу в следующий промежуток и ввожу иголку через три вверх затем у нас идут прозрачная и две белые набрали подхватываем следующую ниточку и проходим вверх через эти три затянули затем прозрачные три набрали подхватываем следующую ниточку проходим в три бисеринки вверх и в конце ряда здесь у нас будут три бисеринки белые набрали три белые подхватываем ниточку и проводим иглу через три бисеринки вверх седьмой ряд набираем белую три прозрачные белую прозрачную вот такой набор для 7 ряда подхватываем вторую ниточку с краю проходим через три вверх набираем прозрачная белая прозрачная подхватываем следующую ниточку проходим через эту тройку бисерин вверх снова набираем прозрачная белая прозрачная снова поступаем точно также подхватываем следующий промежуток ниточку и проходим вверх через три затем у нас идут две прозрачные белые подхватываем следующую ниточку и проходим иглу через эти три бисеринки снизу вверх так и в конце набираем три белого цвета бисеринки 3 подхватываем последний вот этот промежуток ниточку и проходим вверх через эти три бисеринки следующий ряд набираем белую бисеринку 4 прозрачные бисеринки и еще одну белую бисеринку вот так подхватываем вторую ниточку делаем круг как обычно через все проходим бисеринки набираем прозрачную белую прозрачную так подхватываем следующую ниточку проходим снизу вверх через эти три бисеринки белая и 2 прозрачные набрали подхватываем следующую ниточку проходим вверх через 3 и последние три бисеринки у нас в этом ряду прозрачные набираем 3 прозрачные бисеринки подхватываем последнюю ниточку и проходим вверх вот так следующий ряд набираем 3 белые 3 прозрачные одновременно 6 бисерин набираем на иголку подхватываем второй промежуток набираем 2 прозрачные белую подхватываем следующую ниточку проходим через три бисеринки снизу вверх так затем набираем 2 прозрачные бисеринки и белую подхватываем следующую ниточку проходим через эти три бисеринки вверх так затягиваем и в конце у нас три белые бисеринки набираем 3 белого цвета бисеринки подхватываем крайнюю ниточку и проходим вверх через три белые затягиваем ниточку затем белые 4 прозрачные белые следующий ряд у нас с вами такой набор цепляемся за вторую с краю ниточку проходим поправляем затем у нас такой же столбик то есть две прозрачные белые так и в крайнюю здесь заходим ниточку проходим через три вверх так и самый последний у нас ряд мы набираем с вами 6 бисерин прозрачных набрали 6 бисерин прозрачных и подхватываем ниточку точно также вторую и вот эти шесть бисерин я пройду несколько несколько раз для того чтобы максимально здесь укрепить поскольку между этими тройками бисерин я буду крепить мою швензу ну что же друзья давайте сделаем с низки вышла вниз из трех первых бисерин прозрачного цвета теперь будем набирать поочередно цвета прозрачные и белый я набираю 3 прозрачные затем я набираю 2 белые затем я набираю 6 прозрачных раз два три 4 5 6 6 прозрачных затем 4 белые это тоже мы с вами формируем узор на наших на нашей бахроме на наших с низках 4 белые затем 5 прозрачных 5 прозрачных затем одна белая так и последняя белая бисеринка у нас затем смотрите пропускаем последнюю белую бисеринку и проводим иголку через все 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 бисеринки в обратном направлении к вот этим трем бисеринкам нашим и в них мы тоже заходим вот так через все старайтесь при этом не прокалывать нитку потому что в противном случае вы не сможете изменить что-то если вдруг ошибетесь в наборе здесь как я уже сказала через три мы проходим я не до зашла просто в одну подтягивать тоже нужно и не сильно и не слабо чтобы с низка была вот такая подвижная затем прохожу в соседние три бисеринки для следующей снизки так и набираем следующую снизку 2 прозрачные затем 4 белые затем 4 прозрачные 1 белая 2 прозрачные так 3 белые 7 прозрачных 2 белые и 1 прозрачные вот такая у нас с вами будет следующая снизка как вы можете видеть она длиннее предыдущий точно также я пропускаю одну бисеринку прозрачную и возвращаясь иголочкой через все бисеринки к верху проходя также через три бисеринки основы так и прохожу для следующей снизочки вниз через три нитку взяла длинную специальные вот она путается очень ничего лучше пусть путается чем мы будем делать с вами узлы следующая с низко 1 прозрачная 2 белые 3 прозрачные затем 1 белая 2 прозрачные 1 белая 2 прозрачные затем 5 белых 5 белых затем 5 прозрачных 5 затем 4 белые и 4 прозрачные и 1 белая самое последнее спускаемся вниз по ниточке и возвращаемся иголочкой через все бисеринку через все бисеринки пропустив только первую белую бисеринку продолжаем формировать нашу бахрому и это у нас с вами 4 с низко мы набираем 2 белые 4 прозрачные 2 белые 4 прозрачные 1 белая 1 прозрачная 1 белая затем у нас 2 бисеринки прозрачные 2 бисеринки белые затем 3 прозрачные 3 прозрачные 2 белые 3 прозрачные затем 2 белые 2 прозрачные и еще 2 белые затем 8 прозрачных 8 прозрачных и 1 белая на конце опускаемся вниз и следующий ряд следующем ряду 2 белые 2 прозрачные набираем 2 белые 2 прозрачные затем 1 белая 1 прозрачная 1 белая 1 прозрачные еще один раз снова 1 белая 1 прозрачные затем 2 белые затем 5 прозрачные 5 прозрачные затем 1 белая 2 прозрачные 2 белые 3 прозрачные затем 2 белые 2 прозрачные затем 5 прозрачных снова 2 белые 2 прозрачные 1 белая 3 прозрачные и 1 белая опускаемся вниз такая с низкой и затем точно так же проходим до конца и выводим из соседней тройки с соседней тройки бисерин снова продолжаем набирать с низки следующее у нас 2 белые 2 прозрачные 2 белые 2 прозрачные снова 2 белые 2 прозрачные 1 прозрачные затем 1 белые 1 прозрачные затем 2 белые затем 5 прозрачных 2 прозрачных затем 6 прозрачных 2 прозрачных затем 1 белые 2 прозрачных затем 1 белые 2 прозрачные затем 1 белые 7 прозрачные затем 1 белые опускаемся вниз по ниточке проходим пропустив первую белую бисеринку через все остальные проходим и выходим из 3 вниз так следующая с низко 2 белый при следующая с низко 2 белые 5 прозрачных так затем 1 белые 2 прозрачные затем 2 белые 2 прозрачные 1 белые 2 прозрачные затем 2 белые 1 прозрачные затем 2 белые 5 прозрачных 1 белые 2 прозрачные 1 белые 2 прозрачные 1 белая 2 прозрачные 1 белая 7 прозрачных и 1 белая опускаемся вниз по нашей ниточке и проходим в обратном направлении минуя только первую белую бисеринку продолжаем набираем 3 белые 4 прозрачные следующую снизку делаем 3 белые 4 прозрачные 1 белая 2 прозрачные 2 белые 3 прозрачные 1 белая затем 2 прозрачные 1 белая 2 прозрачные 2 белые 3 прозрачные затем 1 белая 2 прозрачные затем 1 белая 2 прозрачные 1 белая 2 прозрачные 2 белые 3 прозрачные 1 белая точно так же проходим по всем бисеринкам минуя белую выходим вниз из соседних 3 следующая снизка 1 прозрачная бисеринка 7 белых затем 2 прозрачные затем 3 белые 2 прозрачные 2 белые 3 белые 2 прозрачные 2 белые затем 1 прозрачные 2 прозрачные 3 белые затем снова 3 прозрачные 1 белая и 6 бисеринок прозрачных 6 точно также опускаемся вниз проходим через все минуя первую прозрачную и выводим рядом и так друзья следующая снизка 2 прозрачные 5 белых набираем 2 прозрачные 5 белых затем 4 прозрачные 6 белых затем 2 прозрачные 2 белые затем 6 прозрачные 2 белые 1 прозрачные 1 белые 1 прозрачные 1 белая точно также отступите одну бисеринку через все остальные пройдите иголочкой и выведите иголку рядышком итак друзья следующая снизка мы набираем 3 бисеринки прозрачные 3 3 бисеринки белые 3 6 прозрачных затем 5 белых набрали 5 белых 3 прозрачные затем 3 белые 3 прозрачные затем 3 белые 3 прозрачные 3 белые 3 прозрачные опускаемся вниз проходим через все и возвращаемся в крайне так друзья и самая последняя наша с вами снизка набираем 13 бисеринок прозрачных набрали 13 бисеринок прозрачных 3 белые 3 затем 4 прозрачные бисеринки 4 и 1 белая и все точно так же мы делаем с вами мы пропускаем белую бисеринку одну проходим в обратном направлении через все бисеринки вплоть до тех из которых мы вышли вот они 3 проходим проходим подтягиваем нитку прячем ниточку в работу и ее можно отрезать и так друзья давайте же пришьем швензы я выбрала вот такие швензы в виде таких крючков и вот такая у них находится петелька ее можно раскрыть плоскогубцами и прикрепить ну что же друзья вот такие серьги у меня получились если урок вам понравился ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал а также я вас призываю переходите по ссылочке в описании к этому видео в мой инстаграм заглядывайте подписывайтесь давайте дружить также внизу под этим видео вы найдете все ссылки на материалы которые я использовала в данном видео мастер-классе на этом все до встречи в новом мастер-классе пока пока